Спустя 9 лет, 198 дней и 17 часов, группа Редсил США докладывает об уничтожении террориста номер один. Через 7 часов тело, обернутое в белый саван, хоронят в море. А еще спустя несколько дней шеф Цараулион Панетто демонстрирует группе сенаторов засекреченное фото уничтоженного террориста. А что, если все это выдумка? От начала и до конца. Повернись! Я сказал, повернись! Майк! Джон! Сегодня я могу сообщить американскому народу и всему миру, что Соединенные Штаты провели операцию, в результате которой был убит Усама Бен Ладен, лидер Аль-Каиды. За последние 30 лет Усама Бен Ладен взял на себя ответственность за три теракта. А возложили на него ответственность за 19 терактов и три убийства крупных политиков. Это только якобы доказанные преступления, не считая организации сотен подпольных тренировочных лагерей по всему миру, финансирование десятков тысяч боевиков, многомиллиардный бизнес, наркотики. Скажите, в чем же главный секрет Бен Ладена? На него охотились самые могущественные разведки мира. ЦРУ, МОСАД, ГРУ. И каждый раз ему удавалось уйти из-под удара. Как будто что-то ему помогало. Или кто-то ему помогал. Из ориентировки ФБР. Разыскивается мужчина. На вид 45 лет, высокий и худой. Рост 193-195 сантиметров. Масса тела 75 килограммов. Цвет кожи оливковый. Левша ходит с палкой. Глаза карии. Правый глаз не видит. В 2005 году, когда мир уже устал от постоянных поисков неуловимого Бен Ладена, среди пользователей интернета появилась сенсационная версия. Террориста номер один не могут найти, потому что его никогда не было. Усама Бен Ладена вообще не существует. И это на все 100% вымышленный персонаж. Никакого Усама Бен Ладена на самом деле не существует. А роль его исполняет нанятый за сотку баксов Дихканин из афганского села. После 10 лет безуспешных поисков найден и убит тот, кого никогда и не существовало. Миф всех времен и народов Усама Бен Ладен. Если анализировать даже открытые источники, складывается ощущение, что Бен Ладен – это не один человек. Их много. Это фотографии террориста номер один. Первый снимок датирован 2001 годом, а второй – 2007. Обратите внимание, это разные люди. Да, у него было много двойников. У него было три двойника, которых поодиночке уничтожали. Валерий Васильевич Малеванный – историк спецслужб, генерал, за плечами которого война в Афганистане. Он утверждает, использование двойников – популярная тактика, применяемая спецслужбами в информационной войне. Так же, как у того же Каддафи, тоже были двойники. Но его спецслужбы искали и не могли найти. Уничтожали двойников. Это одна из последних видеозаписей террориста номер один. Кадры опубликовал Пентагон, Министерство обороны США. Усама смотрит телевизионную передачу о самом себе. Пульт от телевизора он держит правой рукой. Хотя во всех ориентировках ФБР написано, что он левша. Жилища террориста почему-то изобилуют электроникой. При этом жена Бен Ладена, Наджваганем, неоднократно писала в своих мемуарах, что муж запрещал держать дома любую бытовую технику – кондиционер, холодильник и даже телевизор. И дело было не в шариате. Мерцающая точка – это объект слежки. Достаточно знать лишь ID мобильного телефона. Например, кого так убили? По сообщениям прессы, именно таким способом российские спецслужбы обнаружили чеченского боевика Джохара Дудаева. А как это произошло? Дудаева взорвали с помощью самонаводящейся ракеты, когда он разговаривал по спутниковому телефону. А как это делается? Это проще, чем кажется. Задаем координаты, совмещаем и пустясь. Скажите, каким образом можно узнать идентификационный номер спутникового телефона? Это совершенно секретная информация. Согласно рассекреченным данным, в резиденции у Сами Бен Ладена электроники не было. Почти все так называемые видео-включения террориста номер один из его логова – это фальсификация. Подлинная резиденция Бен Ладена выглядела иначе. Специально для этого фильма мы собрали информацию по крупицам и восстановили события, которые, скорее всего, могли происходить здесь в последние часы жизни Бен Ладена. У нас к вам много претензий. У меня к вам накопилось тоже много претензий. С нашей стороны все договоренности соблюдались. Это соблюдались ваши договоренности. Вы написали чепухи. Я и Вин Дешущ, я летать умею. Люди надо мной смеются. Зачем вы начали свою игру? Мы еще с вами в 91-м договорились. Этого Бен Ладена не существует. Меня нет! Этого Бен Ладена не существует. Это бурно! Субтитры создавал DimaTorzok в тело. Правда ли, что отец террориста номер один работал на советскую разведку? Любая вербовка, она же бывает как открытая, так и закрытая. Почему единственная фотография убитого Усама Бен Ладена подделана на компьютере? Кроме Голливуда, за ним ничего нет на самом деле. И как американские моряки справляли по нему поминки? Мы любим Америку! А мы любим папу! Сразу после рекламы! Секретный агент номер один! В последние годы на Западе Бен Ладен стал настоящим брендом мистером зло. Его образ появляется в музыкальных клипах и в рекламе. Но какой товар или услуги рекламируют при помощи Усама Бен Ладена на самом деле? Вообще, он надувная фигура, еще раз говорю. Кроме одесского мифа, понимаете, это Голливуд такой. Кроме Голливуда, за ним ничего нет на самом деле. Известный российский журналист Михаил Леонтьев утверждает, если бы Усама Бен Ладена не существовало, его бы все равно придумали. Ведь речь идет об очень большом бизнесе. Там набирается, по-моему, 4 триллиона. Это ровно столько же, сколько потратили на Вторую мировую войну. Мы же знаем, что война с Ираком это же война с терроризмом. Они же воевали. Зачем? Сегодня я могу сообщить американскому народу и всему миру, что Соединенные Штаты провели операцию, в результате которой был убит Усама Бен Ладен. Лидер Аль-Каиды и террорист, который ответственен за убийство тысяч невинных мужчин, женщин и детей. 2 мая 2011 года в 11.30 по вашингтонскому времени все телевизионные каналы США передали сенсационную новость. Бен Ладен мертв. Тысячи граждан Америки вышли на улицы, чтобы выразить восторг. военно-морская база США в Сан-Диего. Сюда прибыл тот самый авианосец, экипаж которого захоронил Бен Ладена в море. Моряков встречают как героев. Для меня честь командовать этими молодыми мужчинами и женщинами. Мы любим Америку! А мы любим папу! Сложно усомниться в искренности слов этих людей. А теперь представьте, все это грандиозное шоу, которое не имеет ничего общего с действительностью. На этих снимках тело Муамара Каддафи. Он погиб в перестрелке. А это фотографии казни Саддама Хусейна. Два диктатора. Две смерти. Множество фото и видео документов. Операция по уничтожению Усамы Бен Ладена готовилась несколько лет. Ее результатом стала одна единственная фотография скверного качества. Вся эта история это явная комедия. У нас нет никаких свидетельств. Все, что нам рассказали, это мы должны, как сказать, поверить им на слово. Известный итальянский журналист, депутат Европарламента Джульетто Кьезо уверен, Белому дому есть что скрывать. Почему ликвидация врага человечества, самого страшного на земле террориста, не зафиксирована на видеопленку? Шеф Церау Леон Панетто оправдывается. В самый разгар штурма видеокамера вышла из строя. Был период 20-25 минут, когда мы реально не знали, что происходит там. Посмертный снимок Усамы Бен Ладена был опубликован почему-то только спустя 12 дней после ликвидации террориста. Эксперты в один голос утверждают, эта фотография фальшивка. Мы не видели ни одну фотографию. Вернее, видели одну фотографию, но фальшивую. Владимир Овчинский, бывший руководитель российского бюро Интерпола, поддерживает точку зрения Кьеза. И сами заявили об этом с американцами, официально, что это не фотография Бен Ладена, что это компьютерное сопоставление убитого Маджахеда и ранее лица Бен Ладена, еще молодого. Вот еще несколько фотографий, якобы сделанных в ходе ликвидации. Эти снимки тоже фальшивы. А это фотография паспорта последней жены Бен Ладена, раненной во время штурма. Если присмотреться, видно, что это грубая подделка. Под давлением общественности Белый дом признал снимок мертвого Бен Ладена фальшивка. Барак Обама заявил, подлинные фотографии не обнародованы, чтобы не провоцировать дальнейшее насилие. А может, не было фотографий и видеозаписей? И самого Бен Ладена действительно не существовало? Скажите, а может, все это одно большое шоу, поставленное на мировой сцене с голливудским размахом? На самом деле, а сама Бен Ладена существовала? Но подлинная история его жизни и смерти сильно отличается от официальной. не горячись, садись. Мне немного осталось. если не будешь делать глупости, можно и в госпиталь. не надо. Поздно уже. Да и не поможет вся эта ваша медицина. Смотри. Стаешь. На тебя похож. Сын, что ли? Это я. Мне здесь девять лет. Расскажи, пока есть время, зачем тебе все это надо было? Ты был богат, был реальный принц, брат оставил много денег. Зачем? Надоело, когда унижают. ЗВОНОК Источники сообщают противоречивую информацию о дате рождения Усама Бен Ладена. 10 марта, 28 июня, 30 июля 1955, 56 или 57 года. Также неизвестен город, где он родился. То ли Джида, то ли Эррият. Точно можно сказать только одно. Будущий секретный агент и террорист появился в Саудовской Аравии в семье очень состоятельного бизнесмена Мухаммеда Бен Ладен. Мухаммед Бен Ладен был маленький бизнесмен в Йемене. Он уехал в Саудовскую Аравию, так как страны на Аравской заливе богатые намного, чем в Йемене. Но откуда вчерашнего портового грузчика из Йемена простого гастарбайтера Мухаммеда оказались огромные деньги и расположение королевской семьи Саудовской Аравии? После распада Османской империи Аравийский полуостров стал полем сражения ведущих разведок мира. Здесь сталкивались интересы Великобритании, США и Советского Союза. СССР остро нуждался в своих людях в Саудовской Аравии. Любая спецслужба пытается среди руководящего состава какой-то коммерческой компании найти своего человека. То есть агента влияния. Бизнесмен Мухаммед Бен Ладен был слеп на правый глаз. Но это не помешало ему разглядеть большие выгоды от сотрудничества со спецслужбой. Любая вербовка она же бывает как открытая так и закрытая. У нас нет доказательств документальных доказательств, что Бен Ладен давал подписку. Обычно во всех странах, где Мухаммед Бен Ладен занимался строительством, он заключал брак с дочерью местного чиновника. Его десятой женой стала уроженка Сирии Алия Ганем. От нее и родился мальчик, которого назвали Усама. В переводе с арабского Лев. Бен Ладен делал очень богатые семьи. Всех в семье 52 брат и сестра. он по штуту 17-й. До трехлетнего возраста Усама был полноправным членом семьи миллиардера. Но внезапно все изменилось. Мухаммед объявил, что разводится с женой. Богатый наследник стал отщепенцем. Пожалуйста, не оставляй меня. Я была хорошей женой. Пожалуйста, не оставляй меня. Пожалуйста, не поймите. Я буду стараться. Да как ты смеешь? И вспомни, откуда я тебя взял. Трудай маму. Маму не трудай. Так как ты смеешь, свинок. Ряд недавно рассекреченных документов архива Конгресса США свидетельствуют. Отец Усамы Бен Ладена, будучи членом Кабинета Министров, поддерживал антиамериканскую политику короля Фейсала большими деньгами. Эксперты предполагают, Мухаммед Бен Ладен выполнял задания своих кураторов. Они требовали прекратить арабскому миру снабжать нефтью Соединенные Штаты. В 1967 году частный самолет Бичкрафт, в котором находился отец Бен Ладена, потерпел катастрофу во время посадки на юго-западе Саудовской Аравии. Обгоревшие тело Мухаммеда опознали по его золотым часам стоимостью в полмиллиона долларов. Причем самолет его вел американец. Пилот Джеймс Харрингтон погиб вместе с миллиардером. По одной из версий, американец был штатным сотрудником ЦРУ. На языке разведки такой человек называется шпионом смерти. В его задачу входит либо дезинформация противника, либо диверсия ценой своей жизни. Несмотря на то, что между отцом и сыном никогда не было теплых отношений, Усама тяжело переживает его смерть. Смотрите далее. Юность Бен Ладена. Он и саудовские его родственники истеблишмент золотая молодежь. Как его завербовали по заказу западных спецслужб. И научили убивать. Для него было только два пути убивать или быть убитым. Эксклюзивное интервью единственного в мире поклонника философии и поэзии Усамы Бен Ладена. Самолет как образ мести. После неожиданной гибели Мухаммеда главой семьи становится старший сын 21-летний Салим Бен Ладен. Он типичный представитель золотой молодежи. У него четыре любовницы из Европы. Он дружит с шейхами, играет на гитаре, сам водит самолет. Подражая ему, Усама покупает джинсы, слушает западную музыку и смотрит вестерны. Он и саудовские его родственники истеблишмент «Золотая молодежь» вполне было вписано в такую либеральную тусовку Лондона. В последних классах Усама с одноклассниками ездит кутить в Бейрут. Там он встречает красивую американку, которая работает в посольстве США в Сирии. Роман развивался очень быстро. Заходи, не бойся. Хочешь поиграть в одну игру? Нет, нет, не делает. Какую игру? Не бойся, тебе понравится. Начала свяжу тебя? Нет, не делает. А теперь я сниму из тебя штаны. Постой. Тот день Усама Бен Ладен запомнит на всю жизнь. Бессилие, стыд и ненависть к той, что смеялась, выплевывая ему в лицо американское слово лузер. Неудачный. Усама хочет продолжить дело отца и поступает в университет на инженерно-строительный факультет. Здесь он встречает человека, который меняет всю его жизнь. Шейх Азам проповедовал тогда ортодоксальный исламизм, проповедующий джихад. Джихад против неверных. Заместитель руководителя Совета Муфтиев России Рушан Хазрат Абясов объясняет, радикальный ислам к настоящему исламу никакого отношения не имеет. Религия ислам распространялась всегда с миром. Когда пытались увязать ислам с различными террористическими актами, это просто люди, которые пытались повесить это все на ярлык ислам. Азам проповедовал радикальные подвиги во имя Аллаха. Теракты, самоубийства и прочие формы насилия над неверными. Одним из тех, кто попал под его влияние, был молодой Усама Бен Лару. Азам однажды сказал, ты не можешь просто сопротивляться, делая сильные заявления, или писать хорошие книги, или вдохновлять людей речами. Ты должен действовать. В 1979 году Усама решает последовать совету наставника и едет в Афганистан помогать маджахедам в войне против СССР. Знаменитая АК-47 автомат, разработанный Михаилом Калашниковым в 1947 году. Именно с таким автоматом в руках любил фотографироваться Асама Бен Ладон в 80-е годы. Считается, что свой АК-47 Бен Ладон взял в качестве трофея из рук убитого советского генерала. Но этот факт, как и многие другие, рассказы о боевых подвигах Бен Ладона очередной миф. То, что он сам нападал на караваны, я об этом лично никогда не слышал никаких документов. По своему статусу ему и не нужно было. Бен Ладон не нападал на караваны, не был боевым командиром. В реальности все было по-другому. На момент начала Афганской войны Усами 22 года. Он молод, полон тщеславия и честолюбивых желаний. 17-й сын миллиардера, которому из папиного состояния достались жалкие крохи, находит наконец свое место в жизни. Радикально настроенные арабские олигархи дают ему деньги на борьбу с неверными, а ЦРУ на борьбу с коммунизмом. Усам Бен Ладен занимался борьбой с Советским Союзом. И он занимался, скорее всего, по заказу западных спецслужб. Именно на войне с нами он сделал свою карьеру. В какой именно момент ЦРУ завербовала Усама Бен Ладена и как это произошло, теперь уже вряд ли кто-то сможет сказать точно. Скрытая камера, великолепный инструмент шантажа. Обычная практика любой разведки мира. У разведчиков это называется медовая ловушка. Если объект равнодушен к женщинам, его можно поймать на другой крючок. Всегда. Вербовка будущего агента всегда индивидуальна. Но существуют и клише, которые отработаны у сотрудников спецслужб до автоматизма. Вот так, например, это могло происходить. Так вот, сидим мы на Тайм-сквер, а к нам подваливает кучка негров и говорит, что вы здесь делаете? И тогда мы встали и дали им по зубам. Ну что ж, мне нужно идти. Передай, пожалуйста, мою шляпу. Давай выпей за это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, даже с Майклом не попрощаешься? Вы вчера так хорошо провели время? Не может быть. Не так уж важно, правда это или нет. Гораздо важнее, что когда твои друзья увидят эти фото, они размажут тебя по стенке. Зачем вы это делаете? Потому что ты нужен нам. У меня есть вариант? Только один. Сотрудничать. Смотрите далее. Сенсационное признание бывшего офицера ЦРУ. Они совершают преступление, потом заметают следы. кто отмывал деньги Буша старшего? Он плотно сотрудничал с Бен Ладен групп. И как Бен Ладен мстил Америке за гибель отца и брата? Это подозрительное его убийство. Смотрите после рекламы. Кодово Кодовое название операции ЦРУ в Афганистане было циклоном. Ее задачей было истощить финансовую и военную мощь Советского Союза в затяжной войне, формально не вмешиваясь в конфликт. Для этого ЦРУ поддерживало маджахедов и оружием, и деньгами. Посредником в этих операциях был никто иной, как Усама бен Ладен. Усама бен Ладен был агентом ЦРУ. Своеобразным агентом. Он участвовал в войне против военных, русских военных в Афганистане. Тогда они сотрудничали. Известны позывные Усама бен Ладена, которыми пользовались ЦРУ. У него было несколько агентурных имен. Маджахед, директор, еретик. Но чаще всего использовался позывной принц. Главной задачей Усама было администрирование и финансирование афганской компании. Через него идет поток денег, оружия, наркотиков. Формально подчиняясь своим кураторам, бен Ладен преследует свою собственную цель, какую именно, станет ясно намного позже. Было уже 16 лагерей к 83-му году, которые фактически обучали 20 тысяч маджахедов. Самый известный отряд, который был создан под руководством бен Ладена, так называемый Черный Аист. Такие, в общем-то, элитный спецназ террористический. Именно с Черным Аистом сражалась легендарная девятая парашютно-десантная рота. Бой продолжался 12 часов, после чего отряд бен Ладена был вынужден отступить. В апреле 1988 года СССР подписывает Женевские соглашения ООН и обязуется вывести войска из Афганистана. Поражение просоветского режима дело времени. Но Усама не празднует с остальными маджахедами победу. У него траун. Старший брат Салим только что разбился в авиакатастрофе в Техасе. Зачем ты повсюду таскаешь эту железку? Так. Я внушаю больше страха неверно. У меня есть для тебя подарок. У меня для тебя тоже. Русский разведчик. Боюсь, что сейчас половина Афганистана наводнена русскими разведчиками. Только этот похоже знает. афганистан они еще не не Это деньги на борьбу с неверными. Ты же принадлежишь, что из себя купили со всеми твоими потрохами. Заткнись! А ты знаешь, что тебе плодят люди, которые убили твоего отца и брата? Пора покончить с этим. Это мой пленный. Окей. Для Усамы гибель старшего брата стала поворотным моментом в его отношениях с царем. Бен Ладен понимает, его тоже могут убрать в любую минуту и обставить это как несчастный случай. Лицензия на убийство нужна только киношному Джеймс Бонду. А в реальной жизни все гораздо прозаичнее. Это может быть сердечный приступ, неисправное рулевое управление, любой несчастный случай. Скажите, в каких случаях применяют такие методы? Когда агент становится обузой, от него просто избавляются. Очень часто чужими руками. Подобная спецоперация в свое время была проведена в отношении короля Саудовской Аравии Фейсала, который 17 октября 1973 года решил использовать нефть как оружие в экономической и политической войне в США. Неожиданно для всех он принял решение снять саудовскую нефть с мировых рынков. Цена за баррель черного золота тут же увеличилась в 4 раза и спровоцировала глобальный энергетический кризис. 25 марта 1975 года король Фейсал погибает от рук собственного племянника. Это подозрительное его убийство в упор там. Человеком, за которым было известно, что он наркоман. Это вот его племянник, который в него стрелял. Де-факто ситуацию контролировала семья, которая связана была с разведкой. А быть связанным с разведкой в этом регионе, это прежде всего быть связанным с Центральным разведственным управлением. Это Рэй МакГоверн, отставной офицер ЦРУ. Он проработал старшим аналитиком разведки 27 лет. При нем сменилось семеро президентов Соединенных Штатов. Он утверждает, карательный департамент ЦРУ действует во всем мире. И нет такого убежища, где мог бы укрыться человек, если его приговорили к смерти. Будь он миллиардер, король или президент. Комплекс военно-промышленной разведки. Такая группа действительно существует, и они сделали много для себя полезного. Они совершают преступления, а потом заметают следы. В обязанности Рэя МакГоверна входили ежедневные утренние разведдонесения хозяину Белого дома. МакГоверн сам попросил об отставке в конце 90-х. А после терактов 11 сентября он одним из первых во всеуслышание заявил о связях семейства Бушей с семейством Бен Ладенов. Все мы знаем, кто первым вошел в Белый дом после 11 сентября. Первым был посол Саудовской Аравии. Также мы знаем, что 50 или 60 служащими Саудовской Аравии позволили покинуть США, когда были отменены все полеты из-за 11 сентября. Старший брат Усама Бен Ладена стал деловым партнером Джорджа Буша-старшего еще в бытности его директором ЦРУ. Салим Бен Ладен вложил в нефтяную компанию Буша 50 тысяч долларов. Это был первый самостоятельный бизнес будущего президента США. Джордж Буш-старший, он был председателем Совета директоров большой, огромной нефтяной компании. Он плотно сотрудничал с Бен Ладен Групп. Посредником между Джорджем Бушем и Салимом Бен Ладеном стал Джим Баттон, друг детства Буша и его доверенное лицо в международных делах. В этом чемодане бриллиантов на 200 миллионов долларов. Вам нужно будет подписать несколько бумаг. Чем подписывать? Бромью? Зачем же? Ручкой. Деньги саудовского олигарха помогают сделать Бушу-старшему стремительную карьеру в политике. В 1980 году он выдвигает свою кандидатуру на пост президента Америки. Но неожиданно дружба с Салимом сыграла с ним злую шутку. Во всех газетах стали говорить, что вот у него связи с Бен Ладен Группой, что у него связи с мусульманскими исландскими чечениями. Салим Бен Ладен стал неудобным партнером для семьи Бушей. Саудовские деньги пачкали репутацию будущего президента. К тому же их надо было отдавать. А отдавать нужно было слишком много. В декабре 1988-го Салим Бен Ладен разбивается в авиакатастрофе. Точно в такой же, в какой 21 год назад погиб его отец, Мохаммед Бен Ладен. Усама начинает подозревать неладное. Осама, как дела? Как дела? Что ты делаешь? Это вещество Коша-897. Твои американские друзья выдали его, чтобы мы лучше воевали с неверными. Русские называют его сывороткой правды. Ты знаешь, что с тобой будет, когда об этом узнают? Знаю. Ничего. Тебя же здесь нет. Я передам, что ты не доехал. И мне переправят еще 25 миллионов. Ну, рассказывай. Твой отец мешал нашим планам. Мы послали пилота. Он был болен раком. Ему оставалось пара месяцев. Пообещали позаботиться о семье. Повышенное артериальное давление, тошнота, отдышка, западение языка, затрудненное дыхание. Все это побочные действия группы синтетических наркотиков, в состав которых входят кетамин, барбитураты, пентаталл, яметалл натрия. Обычно эту смесь называют сывороткой правды. Впервые она стала использоваться американской полицией в 30-е годы для допроса подозреваемых. А можно одному и тому же человеку вколоть это дважды? Повторное применение может привести к смерти. Великий воин? Мы на пороге Великой битвы. Или великий артист? Путь к Аллаху через твою смысл. Тайные технологии виртуозов пропаганды. Поставить на место Америку. Что может быть лучше для доброго мусульманина? И эксклюзивное видео с места гибели Бен Ладена. А что если все это обман? В конце 80-х в жизни Усамы Бен Ладена начался новый джихад. Война с Америкой. Месть за отца и брата. Мы на пороге Великой битвы. Мы верим, что победа над Америкой возможна. Но только с разрешения Аллаха. Так как это для нас уже проще. Учитывая то, что ранее мы одержали победу над Советским Союзом. В 1991 году во время операции «Буря в пустыне» Бен Ладен выступил против создания иностранных военных баз на территории Саудовской Аравии. И вот здесь его пути с Саудовским руководством разошлись практически навсегда. Терпению короля Фатха приходит конец. Он высылает взорвавшегося диссидента Бен Ладена из Саудовской Аравии. В 90-х годах 20 века происходит целый ряд громких терактов по всему миру, направленных против Америки. Взрывы гремят в Йемене, в Саудовской Аравии и даже в США. Ответственность за эти взрывы взяла на себя Аль-Каида, организация, созданная Бен Ладеном. Бывшая агентурная сеть, составленная им когда-то по заданию ЦРУ. Он разрешает им действовать против американцев ссылками на некоторые высказывания про Рок. Главный лозунг Усама Бен Ладена был, это путь к Аллаху через твою смерть. Действия Бен Ладена и Аль-Каиды ошеломили ЦРУ. Это был провал. Вашингтон ответил ударом по базам Аль-Каиды. В некоторое время о Бен Ладене ничего не было слышно. Но 7 августа 1998 года он сам напомнил о себе. В 10.45 утра почти одновременно гремят взрывы в посольствах Соединенных Штатов, в Танзании и Кении. Я была в Нейроби, когда это произошло. У меня было 16, я слышала звуки взрыва, и в доме, где я жила, добежали оконные стекла. Я знаю, что в тот день погибло более 200 человек, а раненых около 4 тысяч. Теракт произошел в посольстве США, но его жертвами стали лишь 12 американцев. Остальные были жители Нейроби. Именно после этой серии терактов власти США объявили Усама Бен Ладена террористом номер один. И обещали 25 миллионов долларов за любую информацию, которая поможет его задержанию. Умерли сотни людей, сотни ранены. И после этого нашлось между США и Ал-Каида открытая война. Бен Ладен бежит из Судана в Афганистан, где его прячут талибы. По слухам, он скрывается то в пещерах, то в специально оборудованных бункерах. Усама Бен Ладен – это такой бэтмен, герой. Человек, который ставит на место Америку. А поставить на место Америку – что может быть лучше для доброго мусульмана? На поимку Усама Бен Ладена тратятся огромные деньги. Спецслужбы США работают в тесном контакте с крупнейшими разведками мира. Но удивительно, многолетние поиски не приносят никаких результатов. И террорист номер один наносит новый сокрушительный удар по Америке. Манхэттен. 8 часов 46 минут 26 секунд по нью-йоркскому времени. Самолет Боинг 767-200 Американ Аэрлэнс, бортовой номер 33-34 АА, рейс 11, врезался в северную сторону северной башни Всемирного торгового центра на уровне 95-го этажа. 9 часов 2 минуты 59 секунд. В южную сторону южной башни ВТЦ на высоте 83-го этажа врезается самолет компании «Юнайтед Аэрлэнс» рейс 175. 9 часов 37 минут 46 секунд самолет авиакомпании «Американ Аэрлэнс» рейс 77 врезался в здание Пентагона. А через 26 минут еще один 757-й Боинг рухнул в поле в юго-западной части Пенсильвании около города Шанксвен. Вывод правительственной комиссии по расследованию 11 сентября однозначен. Теракты организовал Усама бен Ладен. Белый дом выдвигает афганским талибам ультиматум. Террорист номер один должен быть немедленно выдан Америке. Талибы отвечают отказом. И 7 октября 2001 года США начинает войну в Афганистане. А что если все это обман? Очередная технология виртуозов пропаганды. И все это элементы лишь глобального шоу. Мир же сказали одно, а в реальности, как теперь выясняется, произошло совсем другое. Этот документ мы нашли в архиве Конгресса США. Справка о состоянии американского биржевого рынка от 2 сентября 2001 года за неделю до теракта 9-11. Складывается ощущение, что о предстоящем крушении башен ВТЦ знали заранее, в узком кругу самых богатых людей Америки. Накануне 11 сентября акции United Airlines и American Airlines, чьи самолеты врежутся в башни-близнецы, резко упали. Есть вопросы, лежащие на поверхности, но ты не можешь заставить ни одного представителя власти ответить на них честно. Интересно, что небоскребы Всемирного торгового центра были убыточными. Им требовался капитальный ремонт, и владельцы зданий находились на грани банкротства. Но в июне 2001 года миллиардер Ларис Сильверстайн внезапно арендует башни на 99 лет. Фактически выкупает их. Мало того, что он их выкупил, он их сразу застраховал на 3 миллиарда долларов. Зачем? Вот так спрашивается. Кроме того, в подвалах ВТЦ хранились золотые слитки. По разным оценкам, общая сумма запасов драгоценного металла составляла от 1 до 160 миллиардов долларов. Но из-под завалов, по словам мэра Нью-Йорка Джулиани, извлекли лишь 230 миллионов. Куда пропало остальное золото? Джон, как вы думаете, какой металл самый ценный? Сложно ответить на этот вопрос. Платина, никель, золото. Золото особенно хорошо на черном рынке. При перепродаже цена практически не меняется. Прежде чем продавать на черном рынке, нужно что-нибудь ограбить. Зачем ограбить? Нужно просто вывезти. Речь идет о деньгах, которые находятся в хранилище Международного торгового центра Нью-Йорка. И о какой сумме идет речь? Но вы ведь понимаете, как только золото исчезнет, все тайное станет явным. Поверьте. И тех денег хватится очень не скоро. Терроризм как бизнес. Нам запретили разглашать какую-либо информацию. Сенсационное заявление бывшего сотрудника лаборатории по технике безопасности США. Все это надувательство, и это отвратительно. Почему именно Бен Ладена назначили врагом человечества? Глярдер, ну, он очень простой человек. Эксклюзивное видео. В этом доме убивали террориста номер один. Мы поняли, что происходит что-то нехорошее. Почему последняя резиденция миллиардера выглядит таким образом? И чья кровь до сих пор видна на дощатом полу? Войны – это не просто люди с оружием, которым нравится убивать друг друга. Правда о жизни и смерти Усамы Бен Ладена. В уникальном проекте канала РЕН-ТВ. Враг человечества. Секретный агент номер один. Пока земной шар дрожал от взрывов, организованных Аль-Каидой, а лидеры мировых держав обещали баснословные гонорары за голову врага человечества, сам Бен Ладен продолжал жить своей обычной жизнью. Масхар Алихан – пакистанский журналист. Один из немногих, кому удалось взять интервью у Бен Ладена незадолго до 11 сентября 2001 года. Встреча репортера с террористом номер один произошла в Торре-Бора. Эта крепость находится высоко в горах на афганно-пакистанской границе. Именно сюда люди из службы безопасности Бен Ладена доставили репортера в машине с наглухо тонированными стеклами. Был аудиомагнитофон, его отняли. Камеру собрали еще раньше. По законам афганских талибов, фотографировать людей было запрещено. В бункере, где должно было пройти интервью, не было окон. Их заменяла одна лампа дневного света. Мебели тоже не было, и журналисту пришлось сесть на земляной пол. Когда мы сели, в комнату вошли три человека. Один из них был Усама Бен Ладен. На плече у него был автомат, который он всегда носил с собой. Репортера поразило то, насколько Бен Ладен был спокоен и вежлив. Когда он узнал, что у журналиста отобрали камеру, попросил охрану вернуть фотоаппарат. Он оказался очень интересным человеком, тонкой личностью. Я не ожидал. Думал, встречу обычного маджахеда. Во время интервью Али Хан решил тайком сфотографировать Бен Ладена. Этот снимок был опубликован в крупнейших информационных агентствах. Репортер из Пакистана смог показать всему миру совершенно неизвестного Бен Ладена. Люди говорили, что он экстремист, убийца, уголовник. Но он не выглядел террористом, разговаривал спокойно и был очень вежлив. Однако, согласно рассекреченным данным, встреча с репортером была в значительной степени показной. Бункер в высокогорной крепости был своего рода представительским офисом террориста номер один. В другой, личной жизни, Усама Бен Ладен имел несколько роскошных особняков, коллекцию самолетов и спортивных машин. Накануне терактов 2001 года у него было 20 детей от четырех жен. Усама был рачительным хозяином, любил садоводство, выращивал подсолнухи и увлекался математикой. Каждому, кто приходил к нему в дом, Бен Ладен предлагал математическую игру. Хозяин дома перемножал многозначные числа в уме, а гость на калькуляторе. Кто быстрее? Обычно выигрывал Усама Бен Ладен. Он очень-очень простой человек. Этот человек все такой миллиардер, но он очень простой человек. Барак Обама в своей речи в Каирском университете заявил, события 11 сентября пересмотру не подлежат. Вина Аль-Каиды и Бен Ладена доказана. Это не тезисы для обсуждения. Это факты. Однако с президентом США согласны далеко не все. Это Кевин Райн, сотрудник лаборатории по технике безопасности США. В 2001 году он работал в комиссии по расследованию событий 11 сентября. Отчет комиссии 911 – это очевидная фальшивка. И это фальшивка во многих отношениях, потому что были скрыты важнейшие доказательства и искажены факты. Один из членов комиссии, сенатор Макс Клиланд, вышел из нее, заявив, что комиссия – это надувательство, и это отвратительно. Америку просто водят за нос. Именно Кевин Райн обнаружил на обломках разрушенных небоскребов следы взрывчатки. Это смесь алюминия и порошка оксида железа. Это смесь, которая горит с большим выхлопом энергии, то есть она взрывоопасна. И в первую очередь она может гореть без кислорода. Эта высокотехнологичная смесь была изобретена в Национальной лаборатории США в 1999. Райан показал результаты своего исследования начальству и был уволен. Его показания в итоге расследования включены не были. Почему? Знаменитые кадры телеканала Би-Би-Си во время терактов 11 сентября. Странная оговорка. Репортер в прямом эфире сообщает экстренную новость. Вместе с башнями-близнецами рухнуло еще одно здание, так называемое здание номер 7. Что нового вы можете рассказать о разрушении здания номер 7? Позади меня находится пустое место, которое было символом финансового просветания Нью-Йорка. Но здание, о котором идет речь, стоит у нее за спиной и рухнет только через 25 минут. Далее в программе. Эксклюзивное интервью. Вот во что я действительно не верю. Автора нашумевшего фильма «Фаренгейт 9-11». Кто был этими военными? Вот что вам надо расследовать. Почему этот документальный фильм... Он обвиняется в организации терактов 1998 года. ...запрещен к показу в США. Если бы мы это сделали, нас убили бы. И какую роль в истории ЦРУ сыграл агент Бен Ладен по кличке Принц? Очень сложная личность и неизвестно еще, на кого работает. Брак человечества. Секретный агент номер один. Это известный американский режиссер Майкл Мур. Автор нашумевшего фильма «Фаренгейт 9-11». ФБР знало о том, что в США находились члены Аль-Каиды, и что Бен Ладен послал своих агентов в летные школы по всей стране. Но Министерство юстиции во главе с Эшкрафтом ослепло и оглохло. Кино Майкла Мура стало сенсацией 2004 года и получило золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Лента рассказывает о связях Буша с семейством Бен Ладенов и о тайных механизмах политики и экономики США. Все знают, что и демократы, и республиканцы получают следствия из одних и тех же источников. Мур считает, что всей правды о терактах 11 сентября людям до сих пор не сказали. Я не верю ни слову из того, что говорил последний президент. В отчете комиссии по расследованию терактов 9-11 утверждалось, что арабы, захватившие самолеты, учились летать с помощью авиасимуляторов. В эксклюзивном интервью нашей программе Майкл Мур заявляет – это не так. Вот во что я действительно не верю. Пилоты, которые управляли самолетами, не обучались их водить с помощью компьютерных игр. Они были подготовлены с помощью военных. Вопрос в том, кто был этими военными. Вот что вам надо расследовать. Для того, чтобы управлять тяжелым пассажирским Боингом, необходим опытный инструктор и реальные многочасовые тренировочные полеты. То есть речь об авиасимуляторах не может идти? Да, но в каких авиашколах обучались террористы? По сообщениям некоторых информагентств, Трое из пилотов-террористов обучались в авиашколе в Пенсакле, проходили стажировку и тренировались на лучшем полигоне США. Около 40% американцев не верят в официальную версию. Попробуйте на улице поговорить с людьми. Один из двух обязательно говорит, что, видимо, они сами это сделали. Депутат Европарламента Джульетту Кьеза уверен, официальная версия расследований 11 сентября не выдерживает никакой критики. Если вы зайдете на сайт ФБР, то увидите, что Усама Бен Ладен числится у них в списке самых опасных террористов. Однако он обвиняется в организации терактов 1998 года, а не 11 сентября 2001. Это кадры из документального кино «Расследование с нуля», который снял Джульетту Кьеза. Фильм вызвал страшный скандал, и его запретили во многих странах. Это аудиозапись переговоров жертв теракта со службой спасения. Кьеза собрал огромное количество фактов, опросил экспертов и пришел к выводу. В Америке были люди, заинтересованные в этой масштабной трагедии. Мы не можем исследовать, потому что если мы это сделаем, нас убьют. Но кто мог помогать Усаме Бен Ладену в организации терактов 11 сентября? Для того, чтобы во всем разобраться, надо вернуться на 13 лет назад и понять, действительно ли ЦРУ и Бен Ладен после Советско-Афганской войны стали врагами. Мы хотим освободить свои земли и святыни. Наш долг пробудить всех мусульман к джихаду против захватчиков. Гигантская фабрика по производству смерти, направленная против цивилизации. Таков образ Аль-Каиды в мировых СМИ. Как Бен Ладен мог создать такого монстра? Почему эта организация неуязвима и восстает, как феникс из пепла, после бомбардировок и спецопераций? Неужели Аль-Каида, с которой уже десятки лет безуспешно борются самые могущественные державы мира, существует на деньги одного человека? Это была практически база данных. Список людей, которые работали для секретных служб Соединенных Штатов Америки и Англии. Война Бен Ладена с Америкой была больше на словах. Руководитель Аль-Каиды в основном угрожал и делал громкие заявления. Мы молим Аллаха не оставить нас и победить Америку. Он позволит это. Впрочем, американцы тоже не очень-то воевали с Бен Ладеном. Они объявили его в розыск и несколько раз наносили точечные удары по базам Аль-Каиды. Этим дело и ограничивалось. Разве так поступают с бывшими агентами, которые затевают игру против спецслужб? Лучше от него отказаться, потому что он очень сложная личность и неизвестно еще на кого работает и на себя. Почему в 90-х годах между ЦРУ и Аль-Каидой шла такая странная война? Почему и те, и другие не хотели победить? Ответ прост. Они воевали на одной стороне. Теракты Аль-Каиды против американцев в 90-х годах были для отвода глаз. Основной фронт действий Бен Ладена пролегал совершенно в других регионах. Таких людей в теории оперативной работы, в теории разведывательной, контрразведывательной деятельности называют агентами влияния. И ради этого ЦРУ было готово мириться со многими выходками лидера Аль-Каиды. В 1992 году распалась Югославия. Между республиками некогда братского государства началась ожесточенная война. Маджахеды Усама Бен Ладена ввязались в драку, якобы на стороне мусульман, и вели себя крайне жестоко. Они складывали голову в корзину, строили съемку, видеосъемку, распространяли это для устрашения серву. Усама играл с ЦРУ и был в этом смысле двойным агентом. По заданию американских спецслужб, его маджахеды полностью дестабилизировали ситуацию в Боснии в 1994 году, чтобы НАТО смогло ввести туда войска. Здесь его связь именно с ЦРУ и со спецслужбами европейскими, которые ненавидели режим Милосовича, и которые ненавидели сербов и православия, здесь им Бен Ладен был просто необходим. Русский след в деле Бен Ладена выглядит еще более странно. Внедряя своих людей на территорию Чечни, он, несомненно, выполнял задания своих кураторов. Но как-то странно это дело. До тех пор, пока их цели совпадали. Террористические организации захватывают новые сферы влияния так же, как мафиозные синдикаты. Сначала деньги, потом террор. Да, наркокартель Пабло Эскобара в 1977-м захватил Колумбию. Они скупили все. Самолеты, подводные лодки, политиков, чиновников, судей. Всех, кому это не нравилось, просто уничтожали. 15 лет спустя сам Бен Ладен будет действовать по тому же принципу в Чечне. Доверенные люди Бен Ладена не скупятся на щедрые и благотворительные пожертвования чиновников. В результате этой щедрости в Чечне, Ингушетии, Дагестане и других кавказских республиках начинается строительство мечетей и религиозных школ. Преподают в них проверенные кадры Бен Ладена. Когда почва для джихада была подготовлена, Бен Ладен наводнил Северный Кавказ оружие. У самого Бен Ладена на Чечню давал такие немеренные деньги, которых никто никогда не видел, и его эмиссары шли в Чечню с полными торбами денег. 4 и 16 сентября 1999 года в России прогремели взрывы в жилых домах. Погибли более 1700 человек. Ответственность за теракты взяли на себя Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар. Но сепаратисты и Аль-Каида на этот раз просчитались. Россия сделала выводы и была готова к войне. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим. В 1998 году взрываются американские посольства в Кении и Танзании. Во всем обвиняют Бен Ладена, который скрывается в Афганистане. Но такого повода оказывается недостаточно для вторжения на территорию этого государства. Сэр, просили зайти? Проходи, садись, Эдвард. Что ты думаешь о последних событиях в Афганистане? Потери в основном среди мирного населения. Меня интересует международный резонанс. Безусловно. Безусловно. Очень сильные, однако, если позволите, сэр. Говори. Все-таки посольство, реакция общественности могла быть гораздо сильнее, если бы теракты произошли на нашей территории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саживайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эдвард, я хочу посвятить тебя в план, от которого будет зависеть будущее нашей страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как орел, я парю над землей. Я убиваю для пользы моего народа. Это строчка из стихов Бен Ладена, найденная во время обыска дома в Пакистане. Как мне кажется, он всегда воспринимал самолет как носитель смерти. Не только как транспортное средство, а как носитель смерти. Думаю, отсюда появилась его идея. Это могло быть как посвящение отцу и брату, оба они погибли в самолете. И я использую самолет в качестве мести. Идея, что самолет может быть использован в нападении 11 сентября. Но был ли теракт 11 сентября кровной местью Бен Ладена, большой вопрос. Когда Усаму Бен Ладена объявили врагом человечества, он был давно тяжело болен. После возвращения из Афганистана в 30-летнем возрасте ему удалили почку. Тяжелый пилонефрит. Распространенная среди маджахедов болезнь. Следствие многих лет, проведенных в сырых пещерах. Ну, в принципе, он был больной человеком. Был больной человек еще до этих башен. У него были встречи с арендентурой ЦРУ, когда он находился в пакистанском военном госпитале. В 1992 году, в 35-летнем возрасте, у него начался диабет. Террорист с личным оружием был вынужден постоянно носить с собой инсульт. А на этой видеозаписи, одной из немногих, где запечатлен подлинный Бен Ладен, отчетливо видно. Его левая рука висит, как плеть. Последствия перенесенного в 43 года инсульта. Усама Бен Ладен был уже болен в преддверии 11 сентября. Он был госпитализирован в один из Эмиратов, в госпиталь, который был под контролем ЦРУ. И ЦРУ знала о его присутствии. И этот человек, лежащий в госпитале с одной почкой и недействующей левой рукой, перенесший диабет, пиелонефрит и инсульт, организовал самое страшное злодеяние в истории человечества. В тот день я поклялся найти тебя. В тот день многие поклялись найти меня. У меня были особые причины. В одной из башен ВТЦ работала моя жена. Сколько ей было? 26. Ты хочешь? Убей меня. Ты же этого хотел. Ты же хотел меня найти и убить. Но сделай это. Но учти, что в ее смерти я виноват не больше, чем другие. Что? Другие! Те, кто управлял самолетами, это ты все сделал, ты их прикрывал! Я тебе все расскажу. Далее в программе. Истинная роль Бен Ладена в терактах 11 сентября. Этот теракт был крайне ему не выгоден. Ни как бизнесмену, ни как разведчику. Исповедь бывшего старшего аналитика ЦРУ. Нам запретили разглашать информацию о том, что сказали президенту США накануне 11 сентября. Эксклюзивные подробности дела Бен Ладена под грифом «Совершенно секретно». Он вышел из-под контроля? Или к нему утратили интерес? Враг человечества. Секретный агент номер один. На официальном сайте ФБР в списке 10 самых опасных преступников планеты Усама Бен Ладен занимал первое место. При этом террорист номер один разыскивался всего за пять преступлений. И терактов 9-11 среди них не было. Удивительно, но официальная комиссия не признала Бен Ладена виновным в террористическом акте 11 сентября. По мнению, нет ни малейших сомнений, что данный террористический акт на Бен Ладена навесили. Этот теракт был крайне ему не выгоден. Ни как бизнесмену, ни как разведчику. По одной из версий, спецслужбы США знали о готовящемся теракте 11 сентября, но не сделали попыток его предотвратить. В этой операции участвовали несколько спецслужб. Не только американские, но точно можно сказать, что здесь участвовала ЦРУ. Бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн утверждает, в заговор молчания был посвящен сам президент США Джордж Буш. Нам запретили разглашать информацию о том, что сказали президента США накануне 11 сентября. Это было странно. Получается, они позволили всему этому случиться? Да, как видите. А теперь представим невероятное. Некие арабские бизнесмены и некие их американские друзья-политики хотят хорошо заработать. Маленькая победоносная война это быстрый и сверхприбыльный бизнес. Нужен лишь предлог в глазах мировой общественности. Ударов по Пентагону и штаб-квартире ЦРУ будет достаточно. Боюсь, удар по ЦРУ неприемлем. Тогда нам стоит вернуться к идее удара по башне-близнецам. Я думаю, лучше это сделать в выходной день. Будет меньше человеческих жертв. Мы позаботимся о том, чтобы людей успели эвакуировать. Мы позаботимся о том, чтобы самолеты оказались в нужном месте в нужное время. Мы пришли, нам нужно обсудить несколько деталей. Я думаю, по основным положениям мы пришли к соглашению. Да вы с ума сошли! Вы понимаете, что вы задумали? Успокойтесь. Сядьте. Нет, это вы сядьте! Как вы пронесли пистолет? Это графитовый пистолет. Отойдите с дороги! Если вы были правы насчет него. Цинизм, с которым могли обсуждаться подробности этой чудовищной сделки, поражает. Но вероятность того, что это происходило на самом деле, действительно существует. Те, кто владеют судьбами миллионов, размышляют по-другому. Что для нас оказывается гигантской трагедией, для них – это одна маленькая часть их ежедневных решений. Несуществующая Аль-Каида готова к атаке. Пилоты-смертники обучены. Взрывчатка заложена в башню-близнецы так, чтобы при падении они не разрушили другие здания. Дата назначена. Сотрудники ЦРУ не учли одного. Усама играл в другую игру. По своим правилам. Он собирался мстить всей Америке за то, что правительство этой страны, как он считал, убило его отца и брата. Он вышел из-под контроля или к нему утратили интерес. Могла быть какая-то любая причина. Сенатская комиссия доказала. Бен Ладен перенес даты терактов с выходного дня на будни. Когда в башнях Всемирного торгового центра будет больше людей. Самый известный символ США после звездно-полосатого флага – орел. Это строчка одной из сур Корана, священной книги ислама. И написано, что сын Аравии разбудит грозного орла. Гнев орла ощутят все земли Аллаха. И пока некоторые люди будут трепетать в отчаянии, многие возрадуются, так как гнев орла очистит земли Аллаха и наступит мир. Это были стихи Корана под номером 9-11. Значит, все-таки ты виноват в смерти моей жены. Получается, что так? Сейчас бы она была жива. И меня бы здесь не было. Только для меня бы это ничего не изменило. Неужели ты никогда не жалеешь о том, что сделал? Иногда ночью, когда спадает жар, я вижу звезды. Там их так много, что все то, к чему я стремился, кажется мне, таким ничтожным. Через несколько дней после террористической атаки на США по всем новостным каналам был показан ролик, где Усама бен Ладен берет на себя ответственность за убийство трех тысяч человек. Мы заранее рассчитали число жертв со стороны противника, основываясь на положении башни. Мой прогноз был самым смелым. А уже в июне 2010 года на нескольких аналитических сайтах США появляется интервью двух бывших сотрудников ЦРУ, который подробно рассказывает о том, как снималось это видео с актерами, похожими на бен Ладена, на военной базе Соединенных Штатов. В октябре 2001 года, через месяц после терактов, Америка начинает крупномасштабную военную операцию против Афганистана. Операция носит название Несокрушимая свобода. Несокрушимая свобода началась с бомбардировки. Что такое бен Ладен? Бен Ладен – это миф. Это такая конструкция, которая позволяла американцам в рамках той идеалгемы, которая у них была в тот момент, вмешиваться там, где им хотелось, там, где им было надо. Это инструмент вмешательства. Главным оружием американцев в этой операции были сверхразрушительные бомбы Блу-82. Это самая мощная на данный момент неядерная бомба. Цель этой операции – это власть. Мировая власть. Где же в этот момент Усама, которого так настойчиво ищут американские солдаты? Террорист номер один снова исчез. А Соединенные Штаты заручаются поддержкой мирового сообщества и начинают глобальную войну с терроризмом. Полагаю, сейчас можно провести параллель между двумя событиями. 11 сентября и пожар немецкого Бундестага в 1933 году. Пожар был подстроен приверженцами нацистского режима. Понятно, что штаб был в курсе всего. И что случилось потом? Гитлер заполучил в свои руки всю власть всего за месяц или два. Он был ритуальным королем Германии. Эту власть Гитлер заполучил после пожара в Бундестаге. А теперь сравните с тем, что произошло 11 сентября. Лучшие разведки мира разыскивают высокого худого мужчину 45 лет с оливковой кожей. Но Бен Ладен, словно призрак, растворился в воздухе. Бен Ладен могли сделать пластическую операцию. На самом деле, не на каких-то специальных условиях. Но ЦРУ никак не могло найти Бен Ладена не потому, что он сделал пластическую операцию, а потому, что его не искали вовсе. Убивать и ловить его очень быстро было нельзя. Значит, нужно было бы изобретать кого-то нового на смену. У спецслужб и военных США была другая задача. Занять стратегически важные позиции на Ближнем Востоке. Бурш и Чейни начали войну, чтобы получить нефтедобывающие территории, чтобы взять под контроль арабский регион. Все это было сделано после 11 сентября. А вот когда Ирак и Афганистан оказались под контролем американского правительства, Усама стал просто ненужным. Только тогда его всерьез начали искать и нашли очень быстро. А найдя, поняли, что опоздали. И тогда было принято решение продемонстрировать в миру очередное шоу. А что именно вы имеете в виду? Поймите, мы не знаем точных деталей, но, скорее всего, события развивались так. Смотрите далее. Как на самом деле умер Бен Ладен? Бен Ладен умер в своей смерти еще несколько лет назад. Эксклюзивное видео с места ликвидации террориста номер один. Мы чувствовали, что происходит что-то неправильное. Кого на самом деле здесь убили? Это была огромная спецоперация, спецслужба, которая, может, даже войдет в учебники всех спецслужб мира. Драк человечества. В ночь с 1 на 2 мая 2011 года два вертолета Black Hawk и четыре вертолета поддержки Chinook поднялись с авиабазы в Джалалабаде на востоке Афганистана и взяли курс на Пакистан. В вертолетах находились 23 спецназовца США из секретного подразделения «Морские котики». Их целью был Аббат-Аббат. Город, где по разведданным ЦРУ скрывался Усама бен Ладен. Пять или шесть лет он провел там, что называется, на заслуженной пенсии. Вполне счастливо, отдыхая после своей многотрудной жизни, его прикрывали с самого пакистанского верха. Эти кадры снимали наши корреспонденты в Пакистане. Тот самый дом в Аббат-Абаде, где была проведена операция по ликвидации террориста номер один. Под эти ворота до сих пор ежедневно стекаются десятки любопытных. То здание было подозрительным. Мы много раз проходили мимо него. Мы слышали разговоры, что с ним что-то не так. Эти кадры снимало пакистанское телевидение через несколько дней после проведения операции. Чья кровь запеклась на дощатом полу? И почему резиденция самого богатого и влиятельного террориста мира выглядит как сарай? Штурм дома, в котором скрывался террорист номер один, специально был назначен на первые числа мая. Именно в это время в Аббат-Абаде безлунные ночи. Звук штурмовых вертолетов разбудил мирных жителей города. После часа ночи я не знаю, что они делали. Они летали вокруг рынка и магазинов, как будто искали цель. Чувствовалось, что творится что-то неладное. Токсический фонарик позволяет бойцу спецназа лучше контролировать сектор обстрела. Подразделения спецназа США подсмотрели тактический фонарик в фантастическом фильме «Чужие» Джеймса Кэмерона. И стали использовать его в боевых операциях. Резкий луч света может ослепить противника на несколько секунд. Для меткого выстрела вполне достаточно. Президент Обама и директор ЦРУ Леон Панетта наблюдали за спецоперацией из кабинета Белого дома. Но когда один из вертолетов завис над крышей усадьбы Багладена, трансляция прервалась. Технические службы сообщили, один из вертолетов, на котором была установлена видеокамера, потерпел аварию. Именно в этот момент морские котики ворвались в дом Усамы. Они нам рассказали, что у Усамы Бен Ладена не было никакой военной защиты. Спецназовцы уничтожили двоих связных, которые попытались оказать сопротивление и поднялись на третий этаж здания. Здесь, по информации Интерфакса, на пути у военных встал 23-летний сын Бен Ладена и открыл огонь. А у спецназа был приказ стрелять по всем, кто оказывает сопротивление. Морские котики взломали дверь спальни и увидели террориста номер один. Его не взяли в плен, хотя это могли сделать даже по официальной версии. Бен Ладен был убит двумя выстрелами в грудь и в голову. Тело Усамы погрузили в резервный вертолет Ченук, доставили на базу в Афганистане, а затем самолетом перебросили зачем-то на борт авианосца Карл Винсен, который курсировал в нейтральных ходах Аравийского моря и на котором находилось 6 тысяч человек. На их глазах на рассвете тело Усамы Бен Ладена, завернутое в белый саван, было предано волнам. Вместо того, чтобы убивать Бен Ладена, мы могли взять его в плен и допросить. А теперь, когда он убит, мы ничего не можем доказать. Мы не можем проверить отчет комиссии 9.11. Если мы могли взять в плен главного подозреваемого, зачем было его убивать? Уже через 3 минуты после завершения операции под кодовым названием Копье Нептуна, президент США Барак Обама сообщил всему миру о том, что Усама Бен Ладен убит. Но почему террориста номер один не взяли живым и не устроили над ним показательный суд перед всем миром? Ответ на этот вопрос только у американцев. Наверное, Усама Бен Ладен знал очень много. А может, дело совсем не в этом? Может быть, настоящий Бен Ладен давно умер? Причем своей смертью? А власти США решили скрыть этот факт для того, чтобы потом показательно перед всем миром уничтожить того, кто на самом деле давно мертв. Тепер ты знаешь все. пистолет у тебя хороший. Тебе знакомо такое чувство? Ты где-то ошибся, но не знаешь, где. Бен Ладен умер в 2006 году. Эту сенсационную сенсационную версию поведал миру премьер-министр Пакистана Бен Азир Бхутто. Вскоре после этого заявления Бхутто не стало. 27 декабря 2007 года ее застрелил террорист-смертник, после чего взорвал себя. Многие считали, что он давно умер. Но затем в мае 2011 мы получили сообщение об операции в Пакистане. Было много вопросов, на которые до сих пор нет ответа. Бывший агент СРУ Беркан Ешар в интервью российской телевизионной программе «Время» заявил, Усама Бен Ладен умер естественной смертью задолго до событий в Абатабаде. По словам бывшего сотрудника ЦРУ последние дни Усама Бен Ладена были ужасны. Наполовину парализованный, утративший человеческий облик, он страдал от страшной боли, вызванной раковой опухолью. Лекарства не помогали, а лишь продлевали агонию. В 2006 самого кровавого убийца в истории человечества не стало. Светпочинник является консультантом официальным Министерством обороны Соединенных Штатов. И он заявил, о том, что Бен Ладен умер в своей смерти еще несколько лет назад в Пакистане. Но спецслужбам агент-террорист был нужен живым, и его воскресили виртуально. По одной из версий, последнему двойнику Бен Ладена пришлось перенести пластическую операцию. Здравствуй, Нормально. Как долго мне придется пробыть там? Ну, думаю, где-то полгода. А что, если люди, знавшие настоящего Бен Ладена, найдут меня? Тебе придется убить их. Ну что ж, это я умею. Дальше события могли разворачиваться так. Двойника Бен Ладена тайно размещают в пакистанском городе Абатабаде. Именно отсюда он будет пугать весь мир джихадом до победного конца. Абатабад это очень специальное место. Это место, где живет элита вооруженных сил, элита разведки. Могли ли эти люди не знать, что в самом большом доме города живет Усама Бен Ладена? Давайте я пожму плечами. Именно здесь морские котики из спецподразделения США устроят последнее шоу с участием Усама Бен Ладена. Это была огромная спецоперация, спецслужба, которая может даже войдет в учебники всех спецслужб мира. Эксперты утверждают, шоу было разыграно как по нотам. Видеокамера не зафиксировала момент убийства террориста номер один, потому что фиксировать было нечего. Одна единственная фотография мертвого террориста, которая обошла весь мир, была сделана не в особняке в Абатабаде, а на пакистанском телевидении при помощи банальнейшей компьютерной программы. Завернутое в белый саван тела, выброшенное за борт авианосца, принадлежало охраннику липового Бен Ладена. Майкл! Майк! Джон! Джон! Двойника, скорее всего, потом тоже ликвидировали. С таких заданий обычно не возвращаются. Принц, пошли! Обиженный юноша из богатой семьи, ярый приверженец радикального ислама, стал лишь прототипом гигантского мифа о самом себе. Мифа о жизни и смерти Усамы Бен Ладена, врага человечества, которого никогда не существовало. Настоящий Усама Бен Ладен не был врагом человечества. Он был всего лишь человеком. Редактор субтитров Корректор А.Егорова А.Егорова